Начальник отдела территориального и кластерного развития ВНИЭФ Татьяна Белина, начальник отдела 0605 ВНИЭФ Дмитрий Прохоров и главный энергетик Российского Федерального Ядерного Центра Алексей Сафонов. На пост мэра претендовали трое. В день голосования Дмитрий Прохоров взял самоотвод. Перед депутатами выступили двое оставшихся кандидатов. У города должно быть мужественное лицо, открытое, смелое, активное. Нам в этом вместе предстоит большая работа. Я хочу пожелать всем нам больших успехов и креативности на пути к достижению поставленных целей. Кандидатуру Татьяны Белиной выдвинула Ассоциация промышленников и предпринимателей города Сарова Алексея Сафонова, губернатор Глеб Никитин. Претендуя на пост мэра, главный энергетик ВНИЭФ рассказал о своем видении развития города. Это и разработка стратегии роста, создание комфортной городской среды, справедливое социальное развитие и объединение города и федерального центра. Ключевая ставка при этом на привлечение в город талантливой молодежи. Современная молодежь, она весьма и весьма требовательна. Мы вступаем в конкурентную борьбу за это будущее не только среди городов России, которые очень много сейчас делают для этого, но и среди городов всего мира, потому что молодежь более мобильна. И если мы проиграем эту борьбу, борьбу за молодежь, мы проиграем борьбу за будущего. Теряется смысл делать какие-то другие вещи, потому что город потеряет будущее. Пути борьбы за молодежь Алексей Сафонов также наметил. Это и создание научно-образовательного центра с филиалом МГУ имени Ломоносова в городе, и привлечение молодых ученых на существующие мощные научные базы, а также создание высокооплачиваемых рабочих мест, отметил кандидат в городоначальники и текущие проблемы, среди которых закрытость власти. Должностные лица должны быть открыты и доступны. Это улучшит климат города, это улучшит понимание тех решений, которые вынуждены или каким-то другим причинам принимаются органами. Но всегда информирование, оно позволяет делать более точные оценки действиям органов. Выслушав кандидатов, депутаты открытым голосованием выбрали главу. Один голос достался Татьяне Белиной, 27 – Алексею Сафонову. За утверждение в должности Алексея Александровича народные избранники проголосовали единогласно. Официально в полномочия новой мэр Сарова вступит 17 ноября. Благодарю вас за оказанное мне доверие. Это важный шаг для моей жизни. Я надеюсь, что мне удастся сделать ситуацию лучше. Мы отвечаем за этот город и наша задача – сделать всё, зависящее от наших сил и независящее, чтобы мы могли смело сказать людям, что мы для вас сделали всё, что могли.